Продолжаем тему storytelling, тема на самом деле очень большая, очень интересная, и это вебинар второй в серии, поэтому если вы на первом вебинаре не были, то у нас есть видеозапись этого вебинара, она в доступе. Если можно, напишите, кстати, пожалуйста, были вы на предыдущем вебинаре или не были. Если не были, я просто посмотрю, о чем стоит сказать чуть-чуть поподробнее, для того, чтобы вы точно не потеряли нить, о которой мы говорим, вот эта вот нить обсуждения, и чтобы у вас вся информация была. Поэтому если не были, можно минус поставить, если были, можно поставить плюс. Хорошо? Вот так, не были, пишет Ольга Александрова. Ничего страшного. Мы на первом вебинаре разбирали, у нас эта серия, она из трех вебинаров, у нас еще один будет, мы там будем смотреть на разные игры. Игры, игровые приемы, которые помогают создавать вот эти вот истории. Вот поэтому. А на прошлом вебинаре мы с вами говорили, вернее, мы говорили, не с вами, к сожалению, но с теми, кто был, мы говорили о том, что такое вообще storytelling, какие элементы есть, как его интегрировать, что позволяет вот этот вот прием добиться. И мы смотрели на практические вещи. Но я, как чувствовал, я кое-какие моменты включил в сегодняшнюю презентацию тоже, просто нужно было понять, насколько подробно про них говорить. Вот. Но Наталья Борисовна всегда на вебинары приходит, я вас очень рад видеть. Поэтому, коллеги, давайте сделаем так. С учетом того, что были не все, я какие-то моменты немножечко повторю, но, естественно, повторю только то, что нам требуется для сегодняшнего вебинара. А вы уже дальше посмотрите. Если вы захотите поподробнее с какими-то моментами познакомиться, вы их можете посмотреть в видеозаписи. Итак, мы сегодня будем говорить о storytelling. Я, с вашего позволения, буду прямо по-русски так называть, потому что в русскоязычный обиход, по крайней мере, уже этот термин именно входит. Прямо русскими буквами так и пишут. Мы будем говорить о storytelling, но мы сегодня посмотрим на то, как можно потихонечку детей вести от самой начальной школы, какие приемы помогают, что нам надо сделать, что заложить. И в итоге довести их до того, чтобы научить их писать рассказы для Всероссийской Олимпиады школьников. Хорошо? Итак, давайте мы на эти моменты посмотрим. И начнем вот с чего. Да, вот спасибо большое. Любовь Фикторовна отправила уже информацию о том, где найти видеозапись. А мы давайте с вами вот на что смотреть. Что нужно для создания рассказа? Естественно, самое главное, нужно владение языковыми средствами. Но владения языковыми средствами недостаточно. Даже если мы на родном языке пытаемся рассказ написать, это совсем не такая простая задача. Правда? Нужны определенные опоры. Опоры могут быть разные, мы на них посмотрим. Но самое главное, нужно еще и творческое мышление. Поэтому если мы в прошлый раз просто смотрели на приемы, на то, как встраивается storytelling в урок, что он позволяет сделать и прочий этот прием, то сегодня давайте посмотрим на то, как развивать творческое мышление. Хорошо? Ну и плюс, конечно, если мы работаем с Олимпиадами, то нужно понимание требований. Я вам покажу простой алгоритм. Он действительно простой, который позволяет буквально за два-три урока, по крайней мере, вот из моего опыта, проверял не раз, научить школьников писать рассказы в том формате, который нужен для Олимпиады. Причем укладываться в то самое время, которое отводится. Сейчас 20 минут отводится на региональном этапе и чуть побольше, час 40, по-моему, отводится на заключительном этапе. И это, оказывается, совсем не такая трудная задача, как может показаться. Давайте посмотрим сегодня на то, что может быть и как нам постепенно развивать. Но давайте мы договоримся вот о чем. У творчества тоже бывают определенные уровни. Бывает некие... Вот то, что я предлагаю, это не какая-то официальная классификация. Я просто попытался для себя разложить, вот по какой дороге надо вести учеников, чтобы они начали творить на иностранном языке. И я попытался так разложить. Поэтому можно на это ссылаться, но просто помните, что это не какая-то официальная классификация. Может быть, найдется что-то другое. Но, тем не менее, бывает уровень творчества минимальный. Это когда ученики просто пересказывают текст с опорами и могут вносить туда какие-то свои дополнения небольшие. Второй элемент, второй уровень. Это когда мы уже дополняем текст. Не пересказываем, а именно его дополняем. Бывает творчество по мотивам. Это когда у нас есть некий текст, мы его не пересказываем, мы его не дополняем. А мы берем сюжетные линии и идеи автора и развиваем. Это вот то, к чему относится фанфикшн. Сколько людей пытаются написать продолжение каких-то произведений, приключений, героев и прочих. Бывают удачные моменты, бывает не очень удачные. Бывает человек начинает писать фанфикшн с понравившимися героями, и вдруг вырастает в очень хорошего писателя. Я такие случаи тоже видел. Я подписан, например, на некоторые книги, на некоторых авторов, на AuthorToday, еще на паре сайтов, где прям можно в процессе создания книги их читать. Они там выкладывают порциями. И видно, как человек растет за несколько лет. Ну и, наконец, самый высокий уровень – это свободное творчество. Когда у нас ситуация есть, жанры есть, мы берем и говорим, ага, мы сейчас напишем произведение. Вот давайте мы посмотрим, как это научить делать на иностранном языке. Давайте начнем с первого уровня – пересказ с опорой. Казалось бы, очень простая вещь. Далеко не все дети умеют пересказывать. Потому что подготовка к таким вещам, она состоит из нескольких элементов. Во-первых, это, конечно, тренировка памяти. Когда я не помню, что там было в рассказе, то я, естественно, его и не перескажу. Второй аспект – это тренировка умения перефразировать. Тоже, кстати, не так просто. Потому что даже на родном языке иногда бывают такие дети, которые не могут сказать другими словами, они беспомощно цепляются за те слова, которые они в рассказе видели или в тексте, и пытаются их же использовать. Им синонимов не хватает. Они не могут предложения перестроить. Поэтому работа, в общем-то, получается лексико-грамматическая. Далее. Нужна тренировка в передаче оттенков смысла. Как бы нам не исказить эти оттенки, как бы нам не потерять эти моменты. И в итоге, финальный уровень, у нас появляется задача создать рассказ, который приближен к оригиналу, но не из-за того, что мы его заучили, а из-за того, что мы смотрим на какие-то опоры, например, и мы просто рассказываем, что там произошло. То есть приблизить ситуацию действительно к творчеству, от механического заучивания, от тренировки памяти пройти вот этот путь. Как это можно сделать? Что может помочь? Давайте я покажу на примере серии книг Анны Тейлор. Это серия Is a Stories. У нас новая серия готовится. Не в этой серии. У нас четыре книги есть, и мы ее именно с этим автором продолжать сейчас не будем пока что. А мы сейчас готовим других авторов, которые напишут. Я не скажу, кто пока, но появится скоро. Так вот, давайте мы посмотрим на пример. Вот у нас самый первый пример. История, которую мы будем пересказывать. Как мы можем научить школьников именно пересказывать, а не заучивать наизусть? Ну, во-первых, у нас есть начальная картинка. И у нас задача. Посмотри на название рассказа и картинку, и скажи, о чем этот рассказ. Вот мы посмотрели, подумали. То есть мы начали примерно представлять сюжетную канву. Почему это важно? Потому что если мы сюжетную канву представили, что там может происходить и прочее, у нас активизируются фоновые знания. Фоновые знания активизируются, мы начинаем понимать, что может в определенной ситуации произойти. Начинаем понимать, что может в определенной ситуации произойти, нам ее легко представить и запомнить. Дальше мы читаем рассказ. У нас здесь есть упражнения, естественно, лексико-громатические и глоссарии. Вставь пропущенные буквы на орфографию и соедини фразу и перевод, чтобы дети учились именно в контексте слова, запоминать они по отдельности. И выбери нужные слова и допиши предложение. И вот посмотрите, поработали. А вот затем самое главное, именно пересказ направленный. Задание номер 9. Вспомни рассказ. Отметь галочкой правильное предложение. Например, the children go to the park, the children go to the beach. Поскольку это уровень фактически А1, самый первый год обучения, второй класс. То такие предложения, они достаточно по сложности. И вот дети называют, называют вот эти предложения, отметили. То есть посмотрите, мы поняли ситуацию, мы рассказ прочитали. Мы поработали с лексикой грамматикой, чтобы она не держала. Мы еще раз по опорам отметили галочкой. А затем просто перескажи историю, но мы говорим, используя картинку. И вот мы возвращаемся к картинке как к опоре. Мы уже не читаем рассказ, а мы смотрим на нее и рассказываем, что вот у нас девочка, она играет на пляже, вот она видит дельфина, она к нему бежит, дельфин хочет в воду, и она его туда относит. Вот он весь такой коротенький рассказ. По сути, мы учим таким путем. Посмотрите, вот мы длинный вот этот вот рассказ. Мы его свели до пяти предложений. По сути, пять предложений. Это очень хорошо для второклассника на первом году обучения, чтобы он смог сказать. А здесь дети говорят и пять предложений, и деталей чуть-чуть побольше. Но это самые простые вещи, правда же? Мы затем в книжках дальше мы даем и грамматический справочник. Видите, там и неправильные глаголы, и прочее. И вместо... Как еще можно научить пересказывать? Вместо вот этих вот опорных предложений, как упражнение девять, посмотрите, пожалуйста, в следующей книжке, например, мы можем дать задание true or false statements. И дети просто читают их, а эти задания, они являются опорами как раз для пересказа. И потом, кроме вот этих опор, это упражнение семь, мы опять видим упражнение девять, answer the questions. То есть опорой могут быть и картинка, и предложения, и задания на true-false, и вопросы, которые помогают вспомнить, о чем там речь шла. И вот у нас what was the name of the baby stalk? How did Fana help the nestling? Did mom and daddy stalks allow the sparrow? И так далее, и так далее. Что еще у нас может быть? Какие еще могут быть задания похожего типа? Вот идем мы в третью книжку, в следующую у нас каждый раз с каждой книжкой выше-выше уровень, а у нас добавляются новые грамматические времена. И посмотрите, у нас похожие вещи на упражнение восемь. Мы даем предложения, в которых слова не в правильном порядке, и дети из них собирают предложения. А в итоге эти предложения становятся опорами. То есть мы можем вроде бы под видом других упражнений давать детям опоры, так что им становится легко пересказывать все эти рассказы. И опять у нас опора идет на вопросы. How old was Mary? What hobbies did she have? Did Mary go to the swimming pool alone? И так далее, и так далее. И затем у нас рассказ получается. Вот такие приемы. Они очень простые. Я уверен, что я абсолютно ничего нового не сказал. Но я вам пытался показать систему, которая позволяет включить в себя и работу с лексикой, и работу с грамматикой, и максимально облегчить ребенку пересказ. Потому что вместо того, чтобы пересказывать весь рассказ сразу, мы к нему кусочками подходим на уровне предложения. Вот эти вот true-false. На уровне затем ответа на вопросы. На уровне, например, когда мы из слов отдельных предложений собрали. А потом все, что ребенку нужно, то, что он уже раньше несколько раз сказал, взять и сказать еще раз, но только целиком. Как можно творческие способности тренировать? Здесь нам опять же нужны, как мы уже говорили, предтексты и задания на прогнозирование. А что там может произойти? И у нас начинает включаться фантазия. Но пока здесь основная задача, конечно, активизировать фоновые знания. Затем у нас дети читают. Мы их время от времени останавливаем. И задаем вопрос. Как вы думаете, что случится дальше? И они начинают придумывать. Причем нам не обязательно какие-то глобальные вопросы придумать, окончание рассказа. Нет, они еще до этого не доросли. Нам достаточно сказать, как ты думаешь, куда он пойдет, как ты думаешь, как он отреагирует, как ты думаешь, будет ли он рад, какой человек. И затем уже, когда все это сделали, у нас может быть после текстовое задание придумай предложение рассказа. И вот здесь можно использовать короткие тексты, у которых много иллюстраций. Вот пример такого текста. Посмотрите, пожалуйста, у нас рассказ идет в комиксе. И здесь работать очень легко на самом деле. Потому что посмотрите, вот у нас задание. И мы говорим, посмотрите на заголовок, как вы думаете, про что там может быть речь. Наиболее нетворческие дети скажут, и они будут правы. Правда же? Более творческие дети могут что-то попридумывать, потому что белка и ящерица, они не очень вроде бы связаны друг с другом. Но они могут сказать, например, they're both pets. So this is a story about two pets. Еще что-то могут сказать. Мы можем предложить посмотреть на картинке. Вот мы их видим, что там нашли белку, что-то там случилось, my poor baby. И мы уже начинаем фантазировать. Причем мы пока только на одной странице. Мы дальше еще не идем, но уже начинаем придумывать. И мы соотносим фразы с предложениями для того, чтобы попробовать подогадываться. То есть вот у нас все эти задания есть, а задание так и у нас сформулировано. What is the story about? И можем этим пользоваться. Что еще мы можем придумывать? В принципе, достаточно сюжетов, и герои в дети любят играть. Например, вот такое пособие, там учебные комиксы тоже. Почему комиксы? Мы ведь начинали с текстов. На самом деле комиксы удобны, они больше свободы для творчества оставляют. В тексте написано все. В комиксах написаны только реплики персонажей. Поэтому даже просто рассказывая, что произошло, это вроде бы мы и пересказ тренируем. Помните, более низкий уровень. Но в то же время мы можем и тренироваться насчет тренировать вот эти творческие способности. Предположим, вот у нас приключение апоссума Карла. Здесь тематика начальной школы. На самом деле этот в пятом классе можно использовать, в четвертом классе можно эти комиксы использовать. Там видите, семья апоссумов, и они так очень символически нарисованы в таком современном стиле, который детям нравится. И идет простой рассказ. Например, My house is a big tree. There are two floors and a garden, too. It's fun to live in a tree, because you can hide somewhere and nobody can find you. You can do whatever you want to know. Вот такие простые вещи. Мы сначала отвечаем на вопросы. Where does Carl live? How many floors are there in the house? И прочее, прочее, прочее. Но затем Карл говорит, You can do whatever you want to know. Можем спросить, What does he do there? То есть вот такие элементарные, простейшие творческие вопросы, которые позволяют немножечко от текста отвлечься и начать фантазировать. Дальше посмотрите. Мы здесь работаем с грамматикой и лексикой. Вот у нас кроссворд, который позволяет вспомнить лексику про предметы домашнего обихода, комнаты и прочее. Затем мы превращаем это в опору для рассказа о себе. Do you live in a flat or in a house? Would you like to live in a tree? Why or why not? Вот мы представляем ситуацию. Опять элемент творчества. What is a dream house like? То есть начали с таких довольно банальных вещей базовых и переходим потихонечку к творческим моментам. Для того, чтобы тренировать творческие способности, нам надо обязательно стимулировать воображение учеников, потому что творчество ниоткуда не берется, из ничего. Как мы можем это сделать? Ну, во-первых, для того, чтобы отработать лексику, берем какие-то слова, например, новый наш вокабуляр, и предлагаем ученикам сказать, как можно больше способов придумать, как можно этот предмет использовать. Think of as many unusual ways to use air as you can. Например, как ты предложил ученикам со словом шарф поиграть с каф. И вот действительно, как можно шарф использовать? Чего только не говорили. Например, you can use it as a belt. И ученики говорят, ой, а как пояс по-английски, а как ремешок по-английски, you can use it as a strap. For a shoulder bag. You can use it as a rope to climb down your window. Еще какие-то вещи придумывали. You can use it to wrap fragile things. И вот тут, конечно, всех слов дети не знают, на том уровне, когда мы предметы, одежда проходим. Но зато у них тут же интерес появляется. А как вот это сказать по-английски? А как вот это? И они ситуации придумывают. И вроде бы простое задание. И самое главное, что у него времени много не надо. Буквально 3-4 минуты, и мы поиграли со словами из активного вокабуляра. То есть мы все равно решаем нашу задачу. Мы работаем с лексикой. Но параллельно пробуждаем творческое мышление. Точно так же с грамматикой. Показываем глаголы из активного вокабуляра. И говорим, Например, у нас попался глагол to drink. И кто-нибудь может сказать, например, Самое главное, чтобы это были правдивые предложения. Или, например, глагол to skate. Или там И еще какие-то вещи. Тут самое главное, чтобы дети начали представлять, говорить. И самое главное, что они не просто уже абстрактно говорят про какие-то глаголы. Они их прилагают к себе, к личному опыту, но что-то придумывают. Что можем делать дальше? Можем продолжить рассказ. Вот известная и очень популярная книга Клары Сакуна Марианна Юрьевна Кауфман «Приключения Ёжика Боба и его друзей». Если вы не помните, скажу пару слов. Это для чтения в пятом классе. Тут у нас в виде дневника история. У нас два параллельных дневника. Дневник Ёжика Боба и дневник мальчика. Боб пишет про себя. Тут довольно интересная история. My name is Bob. I live in England. I have a large family. A mother, a father, two brothers, a granny and a grandpa. Oh, yes, I forgot to tell you I'm a hedgehog. I'm five months old. By human standards, it's 12 years old. Or perhaps 13. So I can call myself a teenager. И вот он рассказывает, где они живут, как они живут. Вот, например, там My mother is beautiful and kind, but sometimes she is strict. И так далее, и так далее. И рассказывает Today, завязка истории. Today, father read in the newspaper For sale, a lovely house in the suburbs. A large garden, three bedrooms in a nice area. It's our house. My father knows the address. I tell you, my father is clever, knows everything. We are worried. Who is going to live here? Are they going to like hedgehogs? И вот начинается история. И затем мы читаем дневник Тома, который рассказывает, что они живут в квартире в Лондоне. И вот, наконец-то, родители купили дом. И что начинает происходить? И мы можем придумывать предложение про каждый кусочек этого рассказа. Потому что здесь везде есть какие-то детали. Посмотрите, например, тут ежик Боб рассказывает, как они живут, что там происходит. Например, We often make noise. Hedgehogs are noisy creatures. But boy hedgehogs are the worst. We also have fights. I often win, because I'm clever. И мы предлагаем, посмотри на картинку, посмотри на рассказ, придумай, чего они там делают. Расскажи маленькую историю. То есть мы идем с детьми от первого пробуждения творческих способностей через микроистории, которые они придумывают сами. Про того же самого Тома тоже, что у него происходит. Вот такие короткие рассказы могут быть. Точно так же можно взять и другие книги для чтения. И, например, про историю Великобритании, Кольцо друидов. То есть, помните, мы начинаем от простого пересказа и потихонечку переходим к фэнфикшн. Тут у нас опоры на текст, тут у нас опоры на картинку. Нам просто надо придумать, как его продолжать. Причем, вы знаете, что хорошо? Эта работа, она облегчает жизнь учителя. Почему она облегчает? Потому что у школьников появляется мотивация что-то сказать. Для них это способ вырваться из рутину, вместо того, чтобы делать упражнения по лексике, по грамматике. И самое главное, у них идет набор словарного запаса. Потому что они начинают говорить и вдруг понимают, что слов-то не хватает. И спрашивают, а как вот это сказать, а как вот то сказать. И им приходится подсказывать. Бывают ли такие ситуации, когда ученики такое слово спрашивают, что, например, я как учитель сам не знаю. Да, бывают. Ни один человек все не может знать, даже на родном языке. Поэтому я, честно, ребята, сейчас посмотрим, смотрим в словаре и говорю, вот такой вариант подойдет. То есть абсолютно нормально. Вот у нас продолжение Робин МакКвизетс Дайри. Здесь у нас уже девятый класс. Тоже материалы есть. Это история того, как мальчик-волшебник Робин МакКвизетт отправился с пилигримами в США. И что там происходило на корабле. Первые вот эти вот дни, когда такой день благодарения появился и прочее, прочее, прочее. И плюс есть короткие рассказы о жизни современной Великобритании. Ну и, конечно, есть художественные книги. С которыми, в принципе, тоже можно поработать. Есть серия Total Journey Classics. Эти все книги необычны тем, что к ним каждое есть аудиоприложение, аудиокнига. То есть можно слушать, можно читать, ну и, соответственно, можно придумывать. И вот серия Total Journey Classics, там не адаптированы произведения. Это все оригиналы, полностью оригиналы. Но, тем не менее, они подобраны так, чтобы можно было прочитать и оселить. Например, посмотрите. Myths and Legends of All Nations. Начиная класс с восьмого уже спокойно можно читать и узнавать про разные легенды. Но есть разные серии и титл-экшен. Например, там про Шерлок Холмса книги и титл-романс, Pride and Prejudice и прочие вещи. И даже стихи есть, титл-поэтри. Очень красивый сборник Сары Тиздейла, американской поэтессы. Но давайте мы идем дальше. Вот мы потихонечку прошли по этим шагам, потихонечку научили детей пересказывать, научили их фантазировать, научили их думать о том, как продолжить историю. И теперь, собственно, нам надо их научить писать рассказы свои. И пока мы еще не дошли до Олимпиады, потому что там определенный жанр и формат нужен, мы можем посмотреть, какие опоры мы можем использовать. Например, сюжетную картинку. Но дело в том, что обычно картинки почему-то используют для того, чтобы ее описывать. При этом в жизни не так много ситуаций, когда нам надо описать картинку. Крайне редко мы что-то описываем. То есть эта ситуация, задание, опиши картинку, оно является не очень аутентичным для школьников и не очень соответствует их жизненному опыту. Гораздо проще и интереснее для школьников и сразу позволяет даже слабым ученикам вступать в действие. Может быть такое задание. Say as much as you can about this picture. И если дети слабенькие, они могут сказать хотя бы, например, I see a vase, I see a sofa, it is blue, it is red. Но чем старше они становятся, тем, естественно, больше могут сказать. Но при этом, если мы берем картинку сюжетную, то есть там есть какое-то действие, какой-то сюжет, мы можем дать опорные вопросы. Who is in the picture? What is he or what is she doing? How are these people related to each other? И так далее, и так далее. Точно так же можем сделать подборку картинок. Например, там вырезки журналов какие-то, комиксы сделать. Я уже не говорю про создание картинок с помощью нейросетей. И дать на доске список слов. Таких, например, как love, friendship, anger, travel, marriage, adventure, secretive и так далее. И это не vocabulary story. Это очень важный момент. Потому что vocabulary stories, это тоже, конечно, один из возможных вариантов придумывания рассказов. Но они довольно трудны. А вот когда у нас есть опора на картинке и какой-то дополнительный word bank, тогда ученикам гораздо легче придумать этот рассказ. Есть, конечно, еще один вариант. Мы можем предложить ученикам story cubes. В интернет-магазинах продаются, но они стоят довольно дорого. Я их никогда сам не покупал, только видел. Даже, знаете, в самолетах стали продавать. Почему-то одно время было. Rorys story cubes. Это кубики. Там их несколько с абстрактными символами. И вот их бросают. И потом придумают, что эти символы могут назначать и используют в качестве опоры. На самом деле вы можете скачать разрезные story cubes. Просто посмотрите в интернете. На сайте ProWritingAid, по-моему, есть. Еще на нескольких сайтах разные варианты. Это просто некие абстрактные символы, которые нужны для того, чтобы стимулировать воображение школьников. Это, знаете, похоже на то, как, например, цветовые тесты Lushera используются во психдиагностике. Или тесты Rorschach, когда даются картинки в виде крякса какой-то. И вот ученики, вернее, там испытуемые уже смотрят и пытаются придумать, что они видят, с чем ассоциируются, даже рассказы создают. Нам никто не мешает взять приемы психологов и использовать их для обучения. Прекрасно тоже работает. Что еще можно сделать? Вот еще один прием. Это календарь-словарь. Сейчас уже, конечно, конец февраля, но все еще хорошо использовать. Я нескольким ученикам недавно подарил и детям, и взрослым очень довольны. Это тематический календарь. Я про него уже говорил в прошлый раз, но немножечко повторю. Здесь смысл в том, что каждый месяц у нас отдельная картинка, отдельная тема и отдельные слова. И, конечно, можно его использовать для расширения словарного запаса. Например, вот у нас Vehicles. Самые разные вещи. Я пока этот месяц собирал, честно говоря, мне труднее всего в календаре дался. Я каких только документов не смотрел, чтобы понять, что вообще бывает, что может быть. И каталоги выставок смотрел. И даже документ Еврокомиссии по Transport Regulations, где они описывали виды транспорта, и выбирал оттуда то, что школьникам может подойти. Потому что есть какие-то вещи, которые я даже по-русски не знал, что они бывают. Например, видите, скутер один внизу картинки с большим колесом. А оказывается, есть такая вещь. Ну и плюс еще тут всякие элементы у нас есть. Мы видим и снаружи. Но нам-то здесь важно не только словарный запас расширить. А у нас, видите, у нас везде картинка сюжетная. Посмотрите, сколько людей на этой картинке. У нас есть люди сзади, за стеклом, которые во дворе находятся. Вот там женщина с собакой, и с ней кто-то разговаривает оживленно. У нас есть явно семья, которая сюда пришла. И вопрос возникает. Детей-то здесь больше. То ли это семья такая большая. Видите, два взрослых, раз, два, три, четыре, пять детей. То ли там отдельный молодой человек, который с велосипедом что-то пробует. Но здесь явно выставка. То есть уже можно посмотреть на эти мелкие сюжетные вещи и попридумывать, что там происходит. А если мы с вами вернемся к обложке, то мы увидим, какие темы у нас есть. У нас тут есть и everyday activities, и in the amusement park, и doing sports у нас есть. И in the utility room, там поменьше, конечно, придумывать получится. Но, тем не менее, довольно много вот этих вот вещей. У нас даже по картинкам видно, что где происходит. Вот такие моменты. И самое главное, что опоры уже есть, слова написаны. Поэтому пока он в классе висит, такой календарь, там каждый день можно подходить и смотреть, какое слово дня сегодня. А на самом деле он используется прекрасно и в качестве опоры для создания рассказа. И вот мы с вами подходим, наконец-то, к Олимпиадам. Я почему так быстро сегодня пробежался по приемам? Ну, потому что, во-первых, мы о многих приемах уже говорили. Например, на первом вебинаре. И ссылка на видеозапись у вас есть. А во-вторых, у нас в этой серии будет еще один вебинар в марте. Он очень большой, этот вебинар. И там мы будем говорить как раз про игровые приемы. Я там буду показывать много игр, которые направлены на то, чтобы стимулировать, стать хорошим мотивом для письменной речи. Вот всяческие вещи, чтобы писать разные моменты, чтобы это было интересно и не скучно. А сегодня давайте мы посмотрим на Олимпиаду, на то, какие форматы заданий для написания short stories там есть. И самое главное, на алгоритм, который помогает быстро и прочно научить школьников писать рассказы. Вот задание 2018 года. Не смотреть на то, кто был давно. Раз в два, в три года short story возвращается в Олимпиаду и практически не меняется. И условия такие. You have decided to enter short story competition in an English language magazine. Это региональный этап, на самом деле смотрим. Поэтому опор больше. Your story should be based on the given photo and must begin with these words. То есть у нас дается опора. It was a trip I'll never forget. И затем посмотрите у нас правила этого соревнования, конкурса. Your story should contain the description of at least two characters in the photo. А мы с вами видели уже упражнения, где нам нужно было описать тех, кого мы на фото видим. Your story should contain at least two cases of direct speech. И мы опять с вами видели. И в начальной школе видели, вот в этих книгах Анны Тейлор. И с календарем точно так же можно делать. И у нас комиксы прекрасно работают. Direct speech мы уже отработали к этому времени. Your story should have an emotional ending. Тут я научу, как его создавать. You should use the following words in your story. И самое трудное дает список определенных слов в рассказе, которые надо использовать. И многие эти слова будут детям, могут оказаться незнакомы. Например, bewildering, bizarre, ignorant, может быть. Разве что challenging and confused разберутся. Поэтому мы здесь можем опять же выкрутиться с помощью поворота сюжета. У нас же может быть в рассказе ситуация, когда кто-то разгадывает кроссворд и постоянно спрашивает. I say, how do you spell bizarre? И кто-нибудь по буквам называет. И все. У нас получается даже написано. You should use the following words in your story. Вот мы их использовали. Самое главное, что даже если мы их не знаем, мы все равно их можем использовать. Или мы можем, например, там увидеть обрывок заголовки газеты. И привыкло внимание слово вот такое-то. Или еще что-то. То есть всегда можем сюжетом как-то обойти. И здесь у нас объем рассказов 200-250 слов. Он не очень большой. И на региональном этапе посмотреть. Вот если на региональном, вернее, на заключительном. На региональном у нас час 15 минут. На заключительном час 30 минут. На 15 минут побольше. У нас тоже такой же сюжет. You have decided to enter short story competition in a English language magazine. Но у нас дается опора другая. Здесь нет уже слов. Здесь нет уже картинок. Но у нас есть условия. Какой тип рассказа? It's an exciting story from the life of a young boy who all of a sudden found an old photo which changed his life. The author describes the event in detail. He remembers the day when it all happened. The story starts with a trivial phrase. То есть опять у нас есть опора на зачем. Так называемое первое предложение. И затем у нас указывается какой тип рассказа. The quiet beginning quickly develops into a dramatic investigation. Investigation – это может быть либо квест какой-то погони за чем-то, либо вообще crime story, может быть. Дальше о чем у нас говорится. The story is short and full of direct speech. И опять нам пригодились вот эти вот комиксы, которые, казалось, немножко примитивные были. Правда же? Which makes it more dynamic. Оказывается, они у нас на Олимпиаде работают. Although it looks like a detective story at first sight, it turns out to be a story about different generations. То есть мы тут придумываем. У нас должны быть персонажи какие-то другого возраста. Обязательно не только вот этот schoolboy. As for the title of the story, it should be taken as a piece of irony. То есть нам еще и заголовок нужно придумать. А мы же уже работали за заголовком. Помните, когда мы в начальной школе смотрели? Посмотрите на заголовок, о чем может пойти рассказ. Посмотрите на картинки, о чем может пойти рассказ. То есть оказывается, все, что мы с вами говорили, и все это казалось таким простым и очевидным, вдруг оно вместе собралось и пригодилось нам для Олимпиады. Вот такая вот история. И у нас объем 250-500 слов. Но самый главный вопрос остается. Ну хорошо, мы поняли это задание. Мы понимаем, чего писать. Как писать? Где нам содержание брать? Давайте теперь расскажу про алгоритм простой. Ну, во-первых, когда мы готовимся писать рассказы, когда мы вообще обучаем писем и речи, то там есть определенная схема работы. И эта схема называется Write, Discuss, Edit. Если вы хотите даже спецкурс какой-то ввести, либо вы хотите это на уроках делать, то я бы вам посоветовал поступать следующим образом. У вас будет, например, задание, где вы сначала разбираете особенности какого-нибудь жанра, и затем предлагаете ученикам в качестве домашнего задания написать свой текст. Но они его не просто пишут, они должны будут его прислать за день хотя бы, а желательно за два дня, если у вас раз в неделю, например, такое занятие, до следующего урока. И они должны его разостать всем. И задача такая. Все, кто получили эти задания, они должны их прочитать и написать в комментарии, что понравилось, что не очень понравилось, что понятно, что требует объяснений каких-то, какие моменты удачные. И затем на следующем уроке мы немножечко делимся комментариями по всем рассказам. И следующий этап – это когда дома опять редактируют и готовят финальную версию. Поэтому здесь удобно работать раз в неделю не чаще. Может быть, даже чуть пореже, но реже тоже не очень удобно. Мы здесь отрабатываем разные жанры, разные ситуации. И, конечно, мы можем предлагать ученикам самые разные опоры для того, чтобы они эти рассказы писали. Рассказ по картинке. Рассказ с опорой на зачем. Рассказ с опорой на концовку. Рассказ с ключевыми словами, которые там должны быть. Рассказ с опорой на заголовок. Мы можем просто какой-нибудь брейнстонинг по ситуации проводить. И затем, что наштормили, а то мы и пишем. То есть, на самом деле, вариантов много. И это все не требует большой подготовки от учителя. Но теперь давайте посмотрим на этапы, как мы можем это делать. А этапы следующие. Дело в том, что почти все произведения можно свести к нескольким архетипам текста. Потому что, вот если мы с вами посмотрим на эти тексты, мы увидим, что в них укладывается огромное количество сюжетов. И книг, и фильмов, и так далее. Первый архетип. Вот то, что я рассказываю, я все время проводил очень большой вебинар, который называется «How to write short stories». Он был на английском языке. Поэтому, если вам подробнее заинтересует вас эта тема, то вы сможете видеозапись найти. Вы можете у нас вот в видеоколлекции вебинаров на English Teachers выбрать по автору, по моей фамилии, и найти, соответственно, тот вебинар. Но я вам коротко расскажу основные моменты. А там уже детали и прочие тренировки вы можете посмотреть. Итак, какие бывают архетипы сюжетов? Первый – это Overcome in the Monster. В чем он заключается? Давайте мы подумаем, пока я описываю архетипы, что можно привести в качестве примера таких сюжетов. Но, тем не менее, мы видим, у нас есть главный герой, и есть некая сила. Это может быть природная сила. Это может быть какая-то злая сила, враг и прочее, которая угрожает либо родине, либо семье. Второй тип – это Rags to riches. Очень известный тип. The poor protagonist acquires wealth, power and or a maid, loses it and regains, growing as a person as a result. То есть, из нищеты – богатство. Хотел сказать, из грязи в князе, но это не совсем верно, хотя смысл передает. Когда мы видим, что у нас есть бедный главный герой, который вдруг получает богатство, власть, или, может быть, кого-то, кого любит, теряет все это дело, а потом получает снова, и в результате становится более, например, уверенным или лучшим человеком. У нас может быть квест. The protagonist and companions set out to acquire an important object or to get to a location. То есть, они отправляются за чем-то, или им надо куда-то добраться. И вот несколько примеров произведений по этим как раз архетипам. Например, Overcoming the Monster. Это множество классических произведений. И Персей, и Тезей, и Гарвульф, и Дракула. И Война миров. Марсиане тем самым монстром являются. И фильмы про Джеймса Бонда. Там всегда есть какой-то главный злодей. И Звездные войны императора злобной вот этой империи. Wrecks to Riches. Их тоже много. Первым делом, конечно, Золушка. Но это история про Аладдина. И история про Джейнер. Прямо вот хорошо ложится в этот сюжет. Вот если задать вопрос, чего общего у Аладдина и Джейнер, сразу в голову не придет. А как только начинаешь сравнивать сюжет, вдруг понимаешь, да, сначала бедный, да, потом находят кого-то в то-то. Аладдин влюбляется в принцессу. Джейнер влюбляется в мистера Рочестера. У них назначается свадьба. Потом они это все теряют. Аладдин теряет по одной причине. Джейнер теряет по другой. А потом они снова это все получают. И grow as a person, as a result. То есть те требования вот этого архитрипа, описывая. Они все здесь выполняются. Принц гнищий. Та же самая картина. Что бы там ни происходило. Я уверен, вы много других сможете назвать. И фильмов, и произведений письменных, и так далее. The Quest. Одиссей. Которому надо добраться на этапу. Домой. The Lord of the Rings. Пластелин колец. Там тоже абсолютно четкая задача. Там надо кольцо отнести в родруин, в бордер уничтожить. King Solomon's Mines. Надо добраться до этих шахт царя Соломона. Around the world in 80 days. Надо за определенное время приехать в нужную точку. Точка пусть она та же самая, что отправная, но это же тоже путешествие, правда? Какие еще архетипы бывают? Их всего семь, таких главных. Voyage and return. The protagonist goes to a strange land, and after overcoming the threats, returns with experience. Вот почему у нас вокруг света 80 дней? И это не Voyage and Return, а это именно квест. Потому что там задача стояла в определенное место, вовремя прибыть. А Voyage and Return просто может быть описание какого-то путешествия. Например, взять того же Марка Твена, как он описывал в своей книге The Innocence Abroad. Ее по-русски переводят как простаки за границей. Как паломники из США отправились на путешествие по Европе, к святым местам. И вот они и в Россию приплывали, в Крым с Александром II встречались. И много чего было. Там никакой спешки нет. Они плывут себе. И там самое главное, как они плывут. Они не главные, приедут или не приедут. Комедия. Тоже понятно. Трэджеди. Там не просто The Protagonist's Faulty Character, но еще и, который их приводит к гибели, но еще и The Fall of Fundamentally Good Character наблюдается. Ну и, наконец, Rebirth. An event forces the main character to change and become a better person. Что тут за примеры произведений? Voyage and Return. Посмотрите, это и Alice in Wonderland путешествует. Правда же? И это не квест, у нее нет цели. Она просто путешествует. И Goldilocks and the Three Bears. Маши и медведи. Та самая, которая путешествует по лесу. The Hobbit. Они идут в горе. Вот к этой одинокой. И хотя у некоторых персонажей есть свои задачи. Для главного героя, для Биббы, это абсолютно просто путешествие. The Time Machine. Путешествие сквозь время. Gone with the Wind. История Скарлеттона на самом деле тоже путешествия. Она сначала бежит из старой. И вот она скитается, становится богаче и прочее, пока дело не заканчивается так, как заканчивается. Комедии. Ну, здесь все со словом комедия сработает. Трагедии тоже мы с вами полно знаем. А, и вот здесь у меня опечатка. Потому что, конечно, ребят, это The Frog Prince. Царевна-лягушка. Это ребят. Правда же? Была лягушкой, стала снова человеком. Beauty and the Beast. The Snow Queen. Там тоже ребят происходит у мальчика Кая. A Christmas Carol у Струджа. И так далее, и так далее. То есть, видите, мы в принципе можем практически любое произведение отнести к определенному архетипу. Зачем нам это надо и как это поможет писать рассказы. А вот у нас какой порядок действий. Смотрите. Во-первых, важно, чтобы какой бы ни был сюжет, у него всегда есть обязательные элементы. Во-первых, у любого персонажа есть цель. Эта цель может быть, например, желание получить что-то, либо желание от чего-то убраться подальше, от угрожающей силы и так далее. И эта задача, эта цель, она жизненно важна для персонажа. Например, человеку нужно это сделать. Не обязательно человеку, может быть животным и так далее. Для того, чтобы остаться во живых. Или для того, чтобы просто жизнь была счастливой. И у любого сюжета есть вопрос. Он всегда один и тот же. Получит главный герой то, что он пытается получить, или не получит. И вот мы наблюдаем за этим всем. В любом сюжете обязательно есть конфронтация. Это противодействие главному герою. Это противодействие может происходить от другого человека. Например, который тоже хочет того же самого. Или не хочет, чтобы герой получил. Либо это могут быть какие-то силы природы. То есть, например, там рассказ о том, как человек спасает свою семью во время землетрясения или наводнения. Тот же самый дед Мазай и Зайца. Там конфронтация с силой природы. Только не наводнение. Например, то же самое наводнение. Правда же? Вот такие вот вещи. Но эта сила всегда есть. И в конце концов у нас есть результат. Получит персонаж или не получит. То есть, какой ответ найдется на вопрос. Опять вроде бы очевидные вещи. Но для школьников они, к сожалению, абсолютно не очевидны. Это нам с вами взрослым людям понятно. И теперь какие у нас этапы написания. Вот у нас задание олимпиадное перед глазами. Сначала мы выбираем подходящий архетип. Если мы смотрим на примере того рассказа, где там мальчик шел через парк и нашел какое-то фото, и затем пытается найти человека на этом фото, то у нас прямо в чистом виде это квест. Правда же? Ему надо что-то добыть. Ему надо человека найти. Поэтому выбираем подходящий архетип под нашу задачу. Первый шаг. Второй шаг. Придумываем, кто будет нашим персонажем. Для того, чтобы персонажа было писать удобно, он должен быть таким, как называется, such that the readers can relate to. То есть такой персонаж, который будет понятен читателю. И здесь школьники любят фантазировать. Но проблема в том, что они иногда могут нафантазировать что-то неестественное и непонятное. А нам с вами нужно сделать очень простую вещь. Нам с вами нужно взять и сказать детям, ребята, пишите о таком персонаже, которого вы сами понимаете, который вам близок по возрасту в идеале и который в той же самой ситуации. Если вы сейчас будете пытаться фантазировать, например, про жизнь в Австралии, дорогие ученики, то вы вряд ли сможете что-то написать, потому что вы не знаете, как там жизнь в Австралии строится. И вы столкнетесь со множеством вещей. Как они завтракают, как они ходят в школу, что там может быть в австралийском парке отличается или не отличается. Вы, конечно, сможете написать это произведение, но только вам потребуется большое исследование провести. Поэтому, если вы пишете в условиях, олимпиады, если вы пишете на время, то пишите про персонажа, который вам знаком. Дальше. Нам надо следующий шаг придумать проблему для персонажа и почему ее не обязательно решать прямо сейчас. Но в заданиях олимпиады проблема, как правило, указана. Надо найти человека. Вы можете спросить, а почему же нам не обязательно решать прямо сейчас? Зачем такие осложнения? На самом деле, это нужно для того, чтобы подогреть историю и интерес читателя. То есть, например, могут быть ситуации, предположим, человек бедный, но вот он терпит эту бедность. Он считает, что он ничего сделать не может. Он живет изо дня в день, работает и прочее, прочее. И многие читатели узнают, те люди, которые покорно смиряются. И вдруг что-то происходит, что делает необходимым в жизни, важным для него добыть деньги. Это может быть плохая ситуация. Заболел кто-то, ему надо лекарство купить, которое стоит дорого. Это может быть и хорошая ситуация. Например, влюбился, готовится к свадьбе, на свадьбу нужны деньги. То есть, видите, мы понимаем, что у человека есть проблема. Мы показали, как он в ней живет, хотя бы несколькими предложениями. И потом нам надо придумать, почему проблема стала насущной. Это следующий шаг. Мотивация. То есть, читатель должен понимать, зачем персонажу что-то вдруг потребовалось. Бежать куда-то, искать кого-то и прочее. Потом мы придумываем, что же персонаж сделает для того, чтобы решить эту проблему. То есть, видите, вот эта вот схема, она позволяет разложить любое художественное произведение, которое вы можете попробовать захотеть создать, на очень четкие и простые шаги. То есть, вот вы создаете такой план, раскладываете все вот это вот, и когда вы все это прописали, вам просто останется это все описать. Как только у вас есть такое планирование, согласитесь, это гораздо удобнее, чем сидеть и ждать, когда придет вдохновение, потому что само по себе оно обычно не приходит. Следующий шаг. Придумываем препятствие. Что мешает персонажу? Может быть, это погода. Может быть, фото очень старое, и надо узнать, когда оно вообще было сделано-то. Может быть, кто-то специально мешает, чтобы, дай бог, они не встретились. И для себя надо понимать, почему это происходит. Ну, на почему, если мы говорим о силах природы, о стихии, но здесь природа, тут почему особо не обязательно описывать, но, например, вполне представьте, какой красивый кусочек может быть, например, в рассказе, предположим, человеку мешает наводнение. И мы можем рассказать, как, например, там небо было покрыто тучами, высоко в горах, где-то дождь, наверное, уже шел, а человек шел домой с работы. И вот как раз в то время, когда он шел, все вот эти капельки, которые капали, капали, капали в горах, собрались сначала в маленькую лужицу, и эта лужица росла, росла, пока не перелилась через вот эту вот чашу горную, и побежала маленьким ручейком. И вот этот самый маленький ручеек стронул камешек, который вроде бы уже держался непрочно, но пока еще держался. Камешек покатился вниз, ударил по другому камню, и вот они все вместе посыпались, пока не набралась большая масса, которая снесла стенку плотины. И человек все еще идет с работы, а там уже целая волна несется на город. И представьте, как красиво можно все это описать, интересно. То есть вот оно, это препятствие начало возникать. Ну и затем придумаем результат. Получится человеку чего-то сделать, сможет он спастись, сможет он найти, что ему надо, сможет он добиться чего-то. Поэтому даже если мы говорим о комедии, у нее есть свой архетип. При этом я бы сказал бы ученикам, что, ребята, комические произведения писать труднее всего. Чувствуем у всех разное. Не всем смешно одинаково, то, что вам смешно. Для комедии, для написания нужно очень большое мастерство. Оно просто так не случается. И очень большая склонность и талант нужны. Именно поэтому Чеховых мало, а Стивенов Кингов условных и авторов триллеров гораздо-гораздо больше. И затем, соответственно, мы придумаем результат. Удастся человеку спастись или не удастся? Удастся ему найти или не удастся? Вот такая структура любого произведения художественного. И вот такой алгоритм прямо по этапам. И вот все вот эти вот этапы, их на самом деле можно, планирование рассказа, уложить минут в 20. И затем, оставшись 40 минут либо 50 минут, в зависимости от Олимпиады, как раз и потратить на написание. Естественно, для того, чтобы написать, нужен словарный запас. Но мы уже говорили, как его развивать. Нужна грамматика. Мы тоже об этом говорили. Нужны какие-то элементы творчества, про которые мы тоже говорили. И вот так вот это все работает. Ученикам можно предложить вот такой вот Story Planning Outline, где они просто для себя записывают. My main character is a, пишут кто, his or her objective is to, he is confronted by, who opposes him because, the ending will be when. И вот этого outline достаточно для того, чтобы разложить по полочкам все эти вещи, потому что здесь мы затрагиваем самые ключевые вопросы любого абсолютно сюжета. И как только мы это накладываем на архетип и начинаем, помните с самого начала, что мы определяем архетип нужный. У нас в голове рассказ, начинает строиться. И все оказывается довольно простым. Ну что ж, коллеги, мы движемся к завершению. Как я уже обещал, как я уже обещал, мы в следующий раз, когда мы будем на эту тему снова встречаться, и это будет уже в марте, мы будем с вами говорить о... мы с вами будем говорить об играх и о приемах игровых, которые можно использовать и каким образом это все можно использовать, придумать игры. То есть мы уже дальше поговорим про механик, как стимулировать, как мотивировать, как вот эти короткие произведения писать. Скажите мне, пожалуйста, есть ли у вас какие-то вопросы? Может быть, вам что-то понравилось? Может быть, наоборот, что-то вызывает сомнение? Может быть, вы пробовали, у вас это не сработало? Может быть, не пробовали, но интересно стало? Можно включить микрофон, если надо, либо можно в чате написать. Вот, может быть, я что-то рассказал слишком мало, слишком быстро. Как у вас впечатления? Вот сегодня, что мы с вами вынесли для себя из того, о чем поговорили? Так, спасибо, будет все понятно. Ну что ж, хорошо. Да, вот у нас уже 20 марта следующий вебинар, поэтому, если вы хотите, можете зарегистрироваться уже. И, надеюсь, вам ничто не помешает 20 марта подключиться и поговорить про игры. Ну что ж, спасибо, коллеги. Я пытался показать, что на самом деле подготовка к написанию рассказов она довольно простая. Она укладывает совершенно четкие действия. Она никак не отвлекает нас от основной цели урока формирования коммуникативной компетенции. Она не обязательно должна требовать много времени. Это не обязательно какой-то спецкурс. Понятно, что если мы учимся писать рассказ для Олимпиады, то тут нужно время. Но все остальное, что мы видим, мы потихонечку, постепенно можем учеников подвести как раз к тому, что мы будем делать и помочь им научиться. Ну что ж, спасибо большое. Так, коллеги спрашивают, как приобрести сертификат. Есть ссылка. сертификат, поскольку генерируется и отсылается по почте, то там на печать определенная какая-то сумма денег стоит. Ну, небольших, я надеюсь. Ну что ж, спасибо большое. Я тогда, надеюсь, увидится с вами в марте. Да, вот еще комментарий. Очень нужно готовить к Олимпиадам креативное письмо. Замечательно. Приходите. Будет много приемов, я обещаю. Наталья Борисовна пишет, уже зарегистрился в марте, чтобы сложилась полная картина. Ну что ж, спасибо, коллеги. Хорошего вам вечера. До свидания. Продолжение следует...